Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать мои выпуски. Ссылка на мой канал в описании будет. Каждый понедельник я делаю выпуски, а также выпускаю интересные ролики на тему трейдинга и инвестиций. Давайте посмотрим, что у нас приготовила эта неделя. Кстати, досмотрите видео до конца. В конце я покажу экономическое событие, на котором можно заработать на этой неделе. Ну а сейчас посмотрим метод трейдер. По евро-доллару наблюдаем, что цена подходит к уровню сопротивления, но уровень сопротивления достаточно слабый, потому что цена уже несколько раз корректировалась от него. Поэтому если ставим на продажу в районе 1.1569, то только краткосрочная. Если цена все-таки пробьет, то будем рассчитывать на покупку от зеркального уровня поддержки в районе 1.1566. По доллару японской иене. Значит, находимся в такой размашистом флете. У нас есть уровень сопротивления и уровень поддержки. Если цена пойдет к уровню сопротивления, то продаем в районе 1.114.092, покупаем в районе 1.113.294. Но для этого цена должна подняться еще хотя бы немножко выше, прежде чем пойдет вниз к уровню поддержки. Об этом на своем обучении я рассказываю эти нюансы. Иначе будет сигнал слабый. Новый зеландский доллар прямо сейчас подходит к уровню сопротивления. Будет хороший сигнал на районе 0.7153. По доллару и франку примерно похожая ситуация. Правда, цена не так хорошо откорректировалась. Подходит опять к уровню сопротивления. Сигнал, скажем так, средний слабый. Но тем не менее 0.9166 продаем. Фунт-доллар на прошлой неделе была сильная волатильность. Цена улетела вниз, до сих пор не откорректировалась. Сейчас, если пойдем вниз дальше, возможно будет пробитие нижнего уровня. Если пройдем, будем возвращаться, будет хороший уровень сопротивления зеркальные на уровне 1.3421. Если же пойдем вверх, то в районе 1.3777 будет хороший сигнал на продажу. Ну и что касается нефти, также находимся в такой, скажем так, коррекционной консолидации. Если посмотреть D1, то сейчас волна была, импульс, сейчас коррекция. И на этих коррекциях формируются такие краткосрочные уровни сопротивления, на которых можно будет продавать. Это в районе 84.81 будет хороший сигнал на продажу. Вот такие вот сделочки на эту неделю. Смотрите больше сделок на моем канале. Давайте посмотрим сейчас экономический календарь. Вообще, в принципе, вся неделя спокойная, я посмотрел. Только в четверг я вижу, будет новость по Британии, ВВП, 3 квартал. Будет хорошая волновательность, возможно, поэтому будьте внимательны. Вот такие новости и сигналы на эту неделю. Подписывайтесь на канал. Всем желаю успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Пока.